С одной стороны, конечно, нужно брать опыт, там, discovery и вообще каких-то программ, которые, естественно, много-много лет существуют, и, безусловно, наработан очень серьезный опыт. С одной стороны. С другой стороны, однозначно есть специфика российская, и просто взять слепок и сделать точно так же, эффект такой не будет, как это там в Америке, например, или в Европе. Это однозначно. Формат однозначно должен быть интересным. То есть у нас есть некие в науке, до сих пор, к сожалению, такое отношение, что те, кто занимаются популяризацией, это те, кто неудачники в науке. И по мере того, как будет ломаться этот стереотип, то ребята, там, молодые или взрослые уже сотрудники, которые занимаются наукой, ученые, они будут с удовольствием это все рассказывать. И, ну, как бы, очень многих хочется как-то донести то, чем ты занимаешься. И вопрос профессионализма в том, как раз, чтобы это было донесено в первую очередь правильно и не извращенно как-то с точки зрения научной. А второе, это должно быть интересно, конечно же. Вот самая главная задача, мне кажется, в сегменте детей. Спасибо.